Приветствую вас. Не совсем, я бы сказал, понятно, что вы имеете в виду под сохранить лицо, то есть, что вы имеете в виду конкретно. Я думаю, что лучший способ максимально быть аутентичным в ситуации, в которой вы оказались, это быть честным с собой, то есть честно признать свои чувства, честно признать свои желания и выразить их право. Личная ответственность за то, что с вами происходит, и честность. Это то, что, в принципе, можно здесь сделать. Вот, я не очень понял, от чего ваш парень шел, все-таки, вот, и не очень понимаю, чего вы здесь хотите, Наталья, то есть, осознаете ли вы, что, например, у вас есть определенные проблемы в отношениях с вашим мужем, и хотите ли вы работать над ними, хотите ли вы гармонизировать их, потому что я бы сказал, что здесь этот аспект является самым важным. Самым важным является аспект именно того, что ваше взаимоотношение с мужем, судя по всему, хромает. Вот, и уже ситуация с другим мужчиной, это следствие, это следствие, вот, поэтому, если вы не хотите, чтобы такие ситуации больше повторялись, то есть, вам нужно гармонизировать отношения с мужем, то есть, либо улучшить их, либо расстаться с ним же, с вашим мужем, ну, вот. А, иначе, ну, иначе, такие ситуации, так или иначе, будут повторяться снова и снова, вот, потому что в отношениях без обязательств, к сожалению, всегда присутствует такой вот элемент, элемент определенной невовкости, элемент определенных проблем. Вот это, ну, в данном случае, совершенно, как мне кажется, нормально. Вот, вы пишите, что вы с мужем вместе не живете, конечно, вот, но и не разводитесь тоже, то есть, как бы, это вот вопрос. Следующий момент, у меня, как будто, у меня возникло ощущение, в определенный момент, что вы, как будто бы, стыдитесь, вот, как будто бы у вас есть чувство стыда. Если я прав, и чувство стыда у вас действительно есть, действительно присутствует, то я бы сказал, что, вот, с ним, с чувством стыда, нужно работать как раз. Вот, я бы сказал, что именно на ваш стыд, на ваше смущение, нужно обращать внимание в первую очередь, потому что оно может оказывать на вас достаточно серьезное влияние, достаточно серьезные последствия у этого могут быть. Вот, если вы особенно, ну, как-то вот, невнимательны к себе, если вы особенно, как-то вот, не замечаете, а, то, что, а, ну, то, что с вами происходит. Вот, поэтому, какая-то такая история здесь, я бы сказал. Вот, а, так что, я надеюсь, что вы как-то постараетесь себя поисследовать, как-то постараетесь себя, на себя посмотреть по-другому, и, соответственно, психолог вам поможет в этом разобраться. Вот, а, желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...